Беларусь Символично 23 февраля 1994 в этот день настоящим защитником Отечества стала хрупкая девушка. Серебряная медаль Светланы Парамыдиной – первая для Беларуси награда в суверенной истории биатлона. До игр в южнокорейском Пчончхане копилку белорусской сборной биатлонисты пополнили еще семью медалями, три из которых – высшие пробы. В холле гостиницы спортивного комплекса «Раубичи» хорошо знакомые нам лица. Навестить нашу женскую биатлонную сборную нам удалось лишь за день до отъезда на заключительный перед стартом сезона сбор. Погода, сами видите, располагает к биатлонным тренировкам. Отсюда и специфическая экипировка. Ружья, роллеры и все остальное уже укомплектовано и ждет отправки. Вооружаемся палками и вперед! Уже первая тренировка, она основная. Обычно она начинается часов в 9. Сегодня было в 9.30, потому что не было стрельбы. Ну, иногда у нас и стрельбой, конечно, почти всегда у нас первая тренировка со стрельбой. Сегодня была немножко такая другая тренировка, потому что все практически наши вещи уже уехали в Норвегию. Завтра мы с девочками улетаем туда. У нас там уже последний сбор перед первым этапом Кубка мира. Будем в Шушене в Норвегии, а оттуда уже переезжать будем в Швецию. Для начала 4-5 километров пешей прогулки по пересеченной местности в перемешку с ускорениями. И это так, чтобы окончательно проснуться. Едва мы успеваем перебраться через мост, как видим. Вот девушки добрались до горки. Впереди имитация подъемов. Тренировка сегодня была имитация шаговая с краплением прыжковой имитации. Точнее, это даже была, наверное, не прыжковая имитация, а больше такие ускорения. 6-10 секунд для бодрости мышц, для таких, чтобы они все время были в тонусе. Она такая менее затратная, в общем-то, когда большие ускорения, они уже более затратны для организма. Здесь это больше как-то взбодрится. Называется крейтинфосфатная тренировка. С десяток подъемов в гору. И тренер отправляет спортсменок на очередной круг быстрой ходьбы по равнине с ускорениями. И уже через каких-то пару минут снова подъемы в гору. Первое, что приходит на ум, так это то, что наши девушки в чем-то провинились. И все эти изматывающие горки – ничто иное, как исправ режим. Интересуемся. То есть, конечно же, нас никто не наказал. Это одна из видов тренировки. Ее нужно выполнять. И мы стараемся сделать ее с удовольствием. Потому что если делаешь тренировку с удовольствием, она приносит намного больше пользы, чем вреда. Если делаешь тренировку с ненавистью к этой тренировке, она принесет только вред. Поэтому все тренировки в удовольствие. Пока спустится тренер, есть пару драгоценных секунд на отдых и возможность попить. Снова Федор Анатольевич отправляет своих подопечных на заминочный круг. А дальше опять ускорение. Желания и сил еще раз подниматься в гору не было даже у нашей съемочной группы. Но только не у девушек. Ведь в дополнительной мотивации наши спортсменки не нуждаются. Да, я думаю, что оно добавляет мотивации какой-то. В общем-то... Ну, во-первых, и Даша все время знает. Ну, конечно, не только это. Но, я думаю, для каждого спортсмена, который видит результат и видит, к чему эти могут тренировки привести, в общем-то, по максимуму, да, то, наверное, ты поднимаешься в эту гору немного с другим психологическим настроением. Вот так вот можно сказать. Да, это более мотивированный. Поэтому... Хороший подъем. Заключительный подъем. Теперь точно все. Девушки собирают личные вещи, а тренер – конусы и поилки. Возвращаемся в гостиницу. Обычный тренировочный день расписан по минутам. Обед обычный 12-30. Дальше кто-то... У кого-то тихий час, у кого-то просто отдых. То есть кто-то спит, кто-то не спит. Это уже зависит от каждого, наверное, человека. Кому-то это нужно, кому-то нет. Дальше вторая тренировка идет. Ну, и она обычно начинается часа в 4, заканчивается где-то в полшестого, в шесть. Ну, смотря какая тренировка. Ужин, холостой тренаж, не знаю, массаж, отдых. И все, и где-то в 10-30 мы уже стараемся ложиться спать, потому что в следующий день опять то же самое. Во время сборов все дни как один. Но только не сегодня. Все, да, тренировка завершена. Одна сегодня, одна тренировка. Завтра уже уезжаю в Норвегию. Поэтому, ой, сейчас еще очень-очень много дел. Надо завершить до конца этого дня, чтобы завтра уже с чистой совестью поехать почти на два месяца на соревнования. Поэтому все, бегом-бегом, даже без обеда. Ну, ничего. Домой. Сегодня план. Доехать до дома, собрать немного вещей. Основные вещи уже уехали на самом деле. Потом доехать до своих друзей. Это организация Дети Аутизм Родителей. Они сегодня пригласили меня покататься с детишками на картинге. И это будет, я думаю, очень интересно и очень приятно. И будет такой для меня разгрузочный немножко момент. Вот. И я думаю, доставит много удовольствия. А потом уже приеду обратно сюда, в Раубич. И в пять утра мы выезжаем в аэропорт в Минск. Поэтому все, бегом. Изнуряющие тренировки, режим питания и сна, постоянные переезды, соревнования. Сейчас молодежь другая. Оторвать ребенка от смартфонов, планшетов и компьютеров – задача не из легких. В спортивную секцию детей приходится тащить едва ли не насильно. Единственной альтернативой может стать набирающий популярность киберспорт. Тренировочный день нашего героя начинается ближе к полудню. Данный график – это издержки профессии. Знакомьтесь. Никита Марчинский. Двукратный чемпион мира по хорошо знакомой всем игре Quake. Утро мое начинается примерно в 2-3 часа дня, в зависимости от того, во сколько я лег. Ложусь я не раньше трех всегда. Да и в принципе, да, это обычно происходит в 3 часа дня. Я завтракаю, иду на турник, если хорошая погода, либо занимаюсь дома. Ну и, как обычно, занимаюсь своими делами, жду тренировок, слушаю музыку. Могу погулять с друзьями иногда. Игры в компьютер. Сомнительный спорт, скажут представители старшего поколения. К слову, родители к занятиям сына отнеслись весьма лояльно. Я начал играть по 19 лет, и родители относились к этому относительно нейтрально, потому что для них было важно то, что я нигде не ходил ночью, не пил, не курил, особо не тусовался, был в безопасности. Поэтому я сидел, просто играл, и так само начало получаться, что я вышел на такой уровень. Нет, наш герой не проводит дни напролет в компьютерных клубах. Тренируется, не выходя из дома. Ведь все его тиммейты живут в разных странах. Мои тиммейты, один из России, другой из Украины и Голландии, то мы обычно как раз, когда после работы уже все свободны, потому что некоторые из них работают, мы в 7-8 часов вечера собираемся и 4 часа уделяем играм, разговорам и прочему. Время на учебу тоже есть. Вернее сказать было. После ошеломительного успеха на прошедшем чемпионате обучение в ВУЗе придется поставить на паузу. Чуть я бегу на окно факе, но сейчас все достаточно сложно получается с учебой, потому что турниров будет много, путешествий очень много, и я решил взять академотпуск. Ну, это спорт профессиональный для меня. Действительно профессиональный спорт, потому что очень много качеств необходимо, чтобы присутствовало человека, особенно психологических, потому что, чтобы выйти на такой уровень уже мировой, недостаточно просто хорошо играть, уже нужно заниматься своей психологией, чтобы быть хотя бы в топ-20 мирах, допустим. Помимо ночных тренировок за компьютером, своему здоровью наш герой также старается уделять внимание. Торнички и брусья помогают не только себя в форме держать, но и отлично укрепляют спину. Ведь, сидя за монитором, Никита проводит приличный кусок времени. Потренировались, сейчас домой. В душ, быстрый перекус и дальше по делам. Планируем сегодня заехать в универ, забрать свою зачетку и дальше уже поехать в клуб, потренироваться немного. Деканат будет закрыт до 16.00. Используем паузу с пользой и поближе познакомимся с парнем, который зарабатывает на жизнь, играя в стрелялки. Играю я под псевдонимом Close, значит, он когти. Выбрал я его совершенно случайно, мне просто понравилось, как выглядит само слово. Ну и плюс когти, они рвут. Я рву, это подходит к моему стилю игры, поэтому я решил выбрать именно такой. Игровые девайсы и, собственно, ценник на компьютер, который поддерживает все технические требования игр, вопрос весьма актуальный. Тысяча долларов только компьютер, монитор еще стоит примерно 250 долларов. Но это если вы уже играете в шутеры, да, он очень важен. Мышка стоит хорошая от 50 долларов. Коврик недорогой, можно взять до 20 долларов. Это уже не так важно, в принципе. И клавиатура, они там от 100 долларов, тоже не так сильно важны. То есть это не будет прям, если вы купите клавиатуру или коврик, это не будет сильно влиять на уровень, это просто влияет на комфорт. То есть очень большую роль играет именно комфорт, как ты себя чувствуешь в игре. Поэтому важен так монитор и как мышка именно сидит в руке. То есть не какой сенсор у мышки, а именно как она в руке лежит. И как она вообще по ощущениям двигается. Так сколько же времени необходимо профессиональному геймеру проводить за компьютером? Чтобы выходить на такой уровень, надо играть очень много. Ну, по 6, по 8 часов точно надо уделять. И уже когда ты выходишь на такой уровень, то достаточно хотя бы 4-5 часов, чтобы поддерживать форму. Не обязательно даже играть каждый день. Но поскольку в других играх опять-таки может быть очень большая конкуренция, то надо играть вообще каждый день по 8 часов. То есть недостаточно, например, даже только играть. То есть поиграть можно 4-5 часов, но еще надо подумать там о стратегии, поговорить с кем-то, всякие такие технические моменты. Все эти компьютерные игры – детские шалости, скажете вы. Тем более, когда данное хобби мешает учебе. Да и на жизнь этим не заработаешь. Вопрос спорный. Интересно, как поменяется ваше мнение, когда вы узнаете о том, что в сумме за чемпионат мира Никита заработал порядка 180 тысяч долларов. В общем, в этот день мы играли наш командный финал. Мы его выиграли успешно. И после окончания этого командного турнира ко мне подошли администраторы и сказали, что через 10 минут тебе нужно играть в финал в индивидуальном зачете. И у меня даже не было времени подумать, порадоваться, понять, что вообще произошло. Все-таки уже один титул есть. Я уже старался думать о том, что сейчас надо выиграть еще раз, и я наконец-то смогу отдохнуть. В киберспорте, как бы к нему ни относились, деньги крутятся совсем не детские. Только представьте, общий призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов. Баснословные гонорары притягивают сотни желающих проверить свои силы. Конкуренция была сумасшедшая. В течение уже примерно 10 лет на этом чемпионате мира по Квейку выигрывали только два человека. Это американец и белорус. И в этот раз в полуфинале я встретился с Кулером Антоном Сеньговым, игроком из России. Он еще ни разу не выигрывал Квейкон, и для него это была действительно большая возможность выиграть этот турнир, потому что он был действительно наголо выше всех остальных. И я встретился с ним в полуфинале. Было очень сложно с ним играть, и я считаю, что этот полуфинал был гораздо сложнее, чем сам финал. Гонорар, заработанный в 19 лет, сопоставим в нашей стране с премией за золотую олимпийскую медаль. Ну вот мы и пришли к моему универу. Сейчас я зайду туда, разберусь своими делами, с академоотпуском, заберу зачетку, и мы пойдем тренироваться. Все вопросы с ВУЗом улажены. Можно и немного поиграть с дядей, который, собственно, и втянул Никиту в это дело. Для бронзового призера Сочи 2014 мероприятие, запланированное на сегодня, имеет особое значение. Надежда Скордина, попечитель благотворительной организации «Дети. Аутизм. Родители». Надя, она не просто формально какая-то дань моде, может быть. Это абсолютно не так. Надя абсолютно искренним сердцем, вообще в нашей теме, она знает буквально все потребности и детей, и семей. Это не первая акция, и мы уверены, что не последняя. Почему? Мы с гордостью говорим, что Надежда Скордина, она попечитель нашей организации. И она, вот, Надежда сказала, что я должна не просто мероприятие провести, а я должна вам помочь, к настоящему помочь. Ее сердце горит в нашу сторону, и мы ей очень благодарны за это. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Родители, ну, можно перестать. Я так уверена, еще недельку будет такая айфория в родительском вообще окружении, в детском. Все будут делать посты, перепосты, радоваться, там, хвастаться, гордиться. Вот это все так и будет. В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Надежда Скордина установила рекорд. Она была точна на 17 огневых рубежах подряд. Это 85 мишеней. Никогда ранее ни в мужском, ни в женском биатлоне никто не имел такой длинной сухой серии. Неплохо для бывшей лыжницы. Правда? Как и положено журналистам, мы не могли не проверить нынешнюю стрелковую форму надежды. Тем более, когда неподалеку есть тир. Что и требовалось доказать. Все 100 выстрелов точно в цель. В новый биатлонный сезон лучший снайпер Беларуси отправляется в прекрасной форме. Помимо умения точно стрелять, у наших героев куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Режим питания для профессионалов важен не менее самих тренировок. У каждого спортсмена есть спортивная диета, можно ее так назвать. И после каждых тренировок есть определенное питание, которое, в общем-то, более полезное. Допустим, после силовых тренировок белковая пища, после ледительных тренировок углеводная пища и так далее. Завтрак у каждого свой. То есть я, допустим, люблю просто кашу, бетерброд с сыром, такой легкий завтрак, чтобы... Потому что у нас тренировка начинается буквально через 40 минут, уже через час после завтрака хочется с такой легкостью выйти на тренировку. Овощи, какие-то крупы, ну вот там макароны, творог. Вот это мое такое питание. Конечно, если есть какие-то проблемы с весом, естественно, надо регулировать питание, потому что вес, он очень влияет и на... Потом, в дальнейшем, на соревновательный процесс, потому что, естественно, если у тебя правильный вес, тебе ляши будет бежать. Питание, пожалуй, единственное, что отличает киберспортсменов от представителей классического спорта. Потребности подсчитывать колораж и заморачиваться по белкам, жирам и углеводам отсутствуют. Ну, кушать, вот, когда захочу, да и все, поскольку режима дня у меня такого неспецифического, то есть захотел, сходил, поел. Что мама приготовит, то едим, ну, так получается, не знаю. Мне кажется, про Волтон это все выдумки. Ну, то есть у той же бабушки, например, я вот с детства тренировался, играл. Первые несколько лет я играл только у бабушки, и там было очень вкусно. Постоянные разъезды – тоже неотъемлемая часть жизни спортсменов. За пределами родной синекой спортсмены проводят едва ли не большую часть времени. В такие моменты начинаешь смотреть на жизнь немного по-другому. Скучаю по супу, это, наверное, борщ. Борщ – это, наверное, суп, по которому все скучают. Вот, гречи, я тоже очень люблю гречку. А все остальное, в общем-то, там есть. То есть как-то европейская гематогена еще очень нравится. Его тоже нет, только здесь есть у нас, или в Беларуси, или в России. Вот, поэтому это вот такие вот, наверное, три продукта, по которым скучаешь. Ну вот мы и приехали к компьютерному клубу, где сегодня я буду играть и поддерживать свою форму. Играет со своим дядей. И, кстати, вон там он стоит, поэтому я пойду поздороваюсь с ним. В общем, вот мой портфель. И таит он себе гораздо более важные вещи, чем просто учебники. Как, например, та же клавиатура. Хотя она не так важна для игр, поэтому сейчас я буду доставать более важные вещи. Вот мой замечательный ковер, на котором написано мое имя и фамилия. Спасибо организации за то, что они предоставили мне такой зови. Затычки, чтобы не слышать окружение. Все игроки на турнирах играют только в затычках и сверху одевают защиту от звука. Специальные наушники. Вот. Мышка. Впрочем, это все. Пару разминочных партий с дядей и отработка стрельбы – вот план на сегодня. И это так. Просто разогреться. Ведь вечернюю онлайн-тренировку с тиммейтами никто не отменял. Вот конкретно турнир, который он выиграл, Квейкон, это 21-й турнир. Первый прошел в 96-м году. Я начал играть в эту игру в 98-м или 99-м. Я уже точно не помню. То есть, и уже тогда это не казалось баловством. Про Никиту – нет, мне не говорили, на что я подсадил. Потому что, ну знаете, может для родителей это неплохой вариант. Сидит ребенок, играет на компьютере, чем там во дворе, чем заниматься непонятно чем. Ну, например, объективно он не играл целыми днями, как это вот часто преподносится, или ночами. Поверьте, сил, времени и нервов все геймеры без исключения тратят очень много. Да и карьера киберспортсмена вряд ли получится длительной. Рано или поздно найдется молодой и дерзкий, с лучшей реакцией и все. В любом случае, здесь есть и возрастные ограничения определенные. Но нельзя играть на таком уровне, допустим, после 30 лет, это уже сложно. Тут все, как и в спорте, высоких достижений. Нужно всеми мыслимыми и немыслимыми способами продлить спортивную карьеру, заработать максимально возможное количество титулов, наград. И было бы неплохо еще и заработанные гонорары во что-нибудь вложить. Получу я свою эту сумму в течение, скорее всего, 180 дней. Сам лично я не знаю, в кей распоряжаться, потому что у меня, в принципе, все есть, и мне ничего особо не надо. Главное, это победы. Родители решили инвестировать это в дом, чтобы, если что, его можно было продать или переехать. Нет, мы особо не обсуждали. Я сказал, да, делайте, что хотите. Мне, в принципе, все равно. Я еще навыигрываю, а дом не помешает. Так что это хорошая инвестиция тоже, на мой взгляд. Впереди еще очень много турниров, и это лишь маленький шажок. Предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пчончхане станут для Нади уже третьими. Именно с ними и связаны самые главные мечты и надежды. Эта Олимпиада, она уже, ну, понятно, что она уже завершающая, скорее всего, в плане, я имею в виду, олимпийских игр, да, то есть, как бы, наверное, на следующих Олимпийских игр я уже буду сидеть дома и смотреть по телевизору следующие Олимпийские игры. Вот, но она, наверное, она такая более зрелая, ну, как для меня уже, для спортсмена более такая, наверное, это будет такой уже завершающий этап для меня. И хочется просто, чтобы там было все сделано правильно. Несмотря на сверхмотивацию, мысли завершить карьеру после игр в Сочи все же были. После Сочи складывались какие-то определенные ситуации со мной, которые иногда тормозили меня, и мне казалось, что это вот такой, мне говорят, ну, ладно, уже успокойся, остановись, заверши карьеру, и все, ты уже сделала все, что хотела сделать. Даже не могла, а хотела сделать, потому что, да, у меня была, как бы, мечта взять медаль на Олимпиаде, да, выиграть, я ее выиграла. И дальше какие-то происходили моменты, допустим, даже с моей винтовкой, там, или еще какие-то определенные, там, с операцией, да, на глаза, там, так далее, и тому подобное, что где мне казалось, наверное, это уже нужно заканчивать. Главная задача на этот год – это не только Олимпийская медаль. Есть у нее и не только спортивные мечты. Профессиональная карьера забирает не только силы, но и время. На себя, на близких и друзей, и на личную жизнь. Я максималистка, да, и, естественно, максимальный результат – это медаль на Олимпиаде, и я не скрою, что я о ней мечтаю. Вот, а как будет, посмотрим. Училось так, что без медальной было два года, и, конечно, меня это внутри, ну, задевало, мешало, и хотелось бы, чтобы они были, потому что это тоже показатель. Когда ты бегаешь, там, пять месяцев, хочется, чтобы был результат и виден той работы, которая проделана. Я надеюсь, что, когда закончится этот год, я, наконец-то, смогу сказать, что я все правильно сделала. Надежда, как и все мы, просто хочет быть счастливой. А счастье – оно ведь не в деньгах и наградах. Ну, через 10 лет я просто хочу быть счастливым человеком, рядом с любимым человеком, рядом со своими детьми, и, как бы, найти, после уже, после спорта, найти то дело, которое будет мне приносить точно такое же удовлетворение, радость, такие же эмоции, как и спорт. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok